Здравствуйте все! На прошлой неделе мы с вами познакомились с дивным художником-керамистом из Гвинеи Евгений Конде. И в прошлый раз, Женя, мы сказали, что ваша любовь, новая любовь, это мозаика. И вот сегодня уже понятно, что мы будем говорить о мозаике в прикладном, так сказать, стиле. И первый мой вопрос. Вот моей фантазии, кроме того, что оформить цоколь дома или угол там дома первого этажа, или цветочные горшки обклеить, вот не идет. Где еще можно использовать мозаику? Дома. В доме, в квартире. Так. Вот. Баня. Так. Дача. Даже в ванной комнате это даже очень даже. Подъезды. Ну, как вы говорите, детские площадки. Спортивные площадки. И публичные какие-то скамейки, дома. Ну, в общем, где угодно. Где угодно. А вот скажите мне, пожалуйста, африканский климат и самарский климат. Зима, сейчас наступает холода. Мозаика, как к этому относится, если на улице? Ну, конечно, к теплому климату она более лояльно относится. Есть много мозаики и у нас в городе, и осталось с Советского Союза. И она живет просто, когда ее клеили на дома, наверное, они неправильно технологию, как говорится, не соблюдали технологию. Облетает. Поэтому облетает вот эта мелкая мозаика. А я думаю, если соблюдать прекрасную технологию, то я вам советую на дачах, на подъездах, на домах. Это чудное-чудное материал. Очень красиво выглядит, я знаю. Вот смотрите, вот допустим, сейчас мы покажем программу, люди загорятся, решат сделать мозаику. Можем мы дать какой-то полезный совет? Ну, например, можно ли подготовить мозаику, панно какое-то там в условиях дома, помещения, а потом ее каким-то образом вынести на улицу? Или обязательно уличная мозаика предполагает и работу с ней от и до на улице? Так, мы можем... Это совершенно разные технологии. Мы можем выкладывать мозаику прямо на стену дома или на камин, или в ванной комнате мы можем выкладывать ее прямо, ну, прямо директ. Вот. Но можно сначала взять вот сетку. Сетку. Вот, кстати, я ее обнаружила у нас вот в магазине в строительных материалах. Просто она, просто она подходящий подходит, что она вот клеит уже сразу, на нее наклеиваешь. А, то есть она с нанесенным клеевым слоем, да? Вы представляете? Но это, к сожалению, только вот такая небольшая. Увка. Есть большие сетки для строительных материалов, продаются. Мы можем просто создавать панно дома. Вот о чем я спросила. Панно создать дома, а потом это все выносится на улицу. И на... Ну, конечно, естественно, сначала мы наносим грунтовку, и потом мы можем... Вот, кстати, эта сетка, она... Это как закрепительный материал. Еще больше свойства обладает сцепление. И потом мы просто клеим на цемент. То есть дома... Накладем специальный цемент. Дома или там в помещении, в каком-то мастерской. Мы дождемся, чтобы это все надежно высохло, схватилось, застыло. А потом, если мы вот такое уже готовое полностью мозаичное полотно вынесем на улицу, то ему долгое время, скажем так, ничего не будет. Правильно я понимаю? Так не долгое время, но 500 лет гарантия. Вот то моя любимая тема. Вот я когда была в Крыму, в Херсонесе, там очень много мозаичных полов осталось, которым тысячи лет. Да. В Израиле очень много храмов, в Вифлееме, допустим, там тоже есть мозаичный пол, сохранившийся тоже до нашей эры очень много времени. Это и есть та самая мозаика, которую при должном соблюдении технологии можно навечно практически после себя оставить. Ну, конечно. Это та самая мозаика. Вот, например, возьмем даже Гауди сегодня. Ну, стиль Гауди, многие знают, многие, наверное, были у нас, многие любят ездить в Барселону, путешествовать в Испанию. И многие уже имеют представление, что такое современная мозаика. И еще следующий вопрос. Вот я сказала уже, что недавно увидела очень интересный домик, угол у которого, первый этаж, был оформлен мозаикой. Это было так интересно. Я там разглядела не только остатки плиточки, но и остатки посуды какой-то, осколки. И даже бусины. Бижутерия. Бижутерия, да. Бижутерия. Девочки, не выкидывайте бижутерию, я вас умоляю. Я думаю, что у вас от бабушек, от мам осталось еще и со времен стеклянные какие-то, которые вы хотите выкидывать. Или тарелочки, старые тарелочки. Или что-то расколотое. Ничего не выкидываем. Все сохраняем и все пускаем в дело. Керамика. А у нас деревянные бусы здесь лежат. Деревянные бусы. Их можно использовать? Я думаю, да. Но я думаю, вот деревянные бусы как раз хорошо в оформлении внутри дома. Какой-нибудь картины. Или, ну, я думаю, на внутреннее. Я думаю, что лучше всего стеклянная или плитка. Вот это вот стекло или керамика. А вот у меня еще вопрос. Кружка. Да. Разбить ее надо обязательно для того, чтобы использовать в интерьере? Честно говоря, мне хочется все разбить. Для того, чтобы дать вторую жизнь, скажем так. Не просто так разбить. Честно говоря, я просто смотрю вот на рынках, да, и думаю, что бы такое купить и разбить. Вот хожу по этим блошиным рынкам и смотрю вот эти вот статуэтки и посуду, которую можно разбить. Использовать в мозаике. Да, использовать в мозаике. Но это можно еще и разрезать. Так, вот тут очень интересно. Вот это можно разрезать. И это можно разрезать... Болгаркой? Болгаркой, которая разрезает камни. И можно просто создать такое панно, шикарное панно. Можно разрезать любую вазу, можно разрезать что-то. В общем, можно все резать. То есть я понимаю, что материалы для этого вида творчества, для мозаики, самые доступные. А меня немного пугают инструменты. Какие нужны инструменты для того, чтобы сделать мозаичное панно? Наверное, какие-то сложные. Так, во-первых, объясняю. Во-первых, руки. Нужны руки. Так. И вот смотрите, маникюра нету. Так? Вот проблема мозаики, маникюр и керамики, кстати. Маникюра нет и не будет. Никогда. Если вы на это дело посели, все, забудьте про маникюр. Вот. Руки, потом перчатки. В целях... Ну, это перчатки для внешних работ. А вообще просто медицинские перчатки, тонкие. В основном я употребляю тонкие медицинские перчатки. Вот. Ну и что? Инструменты, да. Это очень важный инструмент, который я украла у Алевтины Ивановны, у моей мамы. Вот. Это... Потому что мы все колем. Мы, в общем, мы агрессивные такие. Так. Это мы режем мозаику. Я потом покажу. Впоследствии покажу. Это и для стекла, и для мозаики. Мы режем. Я посмотрю. Какой интересный. Как называется этот инструмент? Кусачки? Что-то вроде... Забыла. Есть специальное название. Специальное название именно для работ мозаичных, да? Вот это, да. Это продается везде в магазинах. Вот что значит, никогда не обращаешь внимания, не знаешь, на что смотреть, и первый раз вижу. А на самом деле это вот сюда, наверное, вкладывается. Ну, это я покажу. Я буду это делать. Или сейчас? Так хочется опередить события. Вот. И вот кусачки керамической плитки, пожалуйста. Это уже для деталей. О, так и написано. Кусачки для керамической плитки. Я и не знала, что такие специальные бывают. Написано вот так. То есть в магазинной природе они вот так вот запрятаны и выглядят вот так эти кусачки. Да. И все это основные инструменты? Есть еще несколько инструментов. Резак. Ну, мне не было возможности принести в студию. Вот. Есть большие, есть маленькие. Для маленьких работ можно маленькие. Для больших работ, вот если у меня какие-то проекты, я, конечно, пользуюсь большими. Которые даже могут круги делать и все. Вот. Ну, то есть если начинать, то можно вполне обойтись вот этим инструментом. Вот это минимум. Минимум, да. Вот это вот для внешней работы. На улице. На улице мы, значит, с цементом. Вот. А это клей. Я пользуюсь американским клеем Вельдбунд. Мозаика. Это же рядом положенные кусочки загадочной какой-то формы. Если оставить их просто так приклеить рядом, то будут некрасивые щели. Эти щели нужно затереть. Да. Используете ли вы белую затирку или цветную? Цветную затирку покупаете уже готовую или применяете какие-то порошки, которыми закрашиваете? Это вот как лучше? С чего начинающим начать? Так. Ну, во-первых, мы грунтуем, потом мы клеим или мы сажаем на цемент, а потом, естественно, мы делаем затирку. И это очень важный момент, потому что затирка может быть совершенно разнообразной. Но, так как я брала курсы у хороших мозаистов, которые имеют довольно большую практику, лучше всего затирку. Вот если вы делаете картину, белая затирка совершенно не идет. Не идет? Не идет. Нужно брать или темно-синюю затирку, как это по-французски, bleu ciel, или черную затирку. Тогда картина просто выпирает. Это просто получается необыкновенно. Но многие художники, мозаисты, они, если делают большое панно, они могут употреблять разноцветную затирку. То есть одну какую-то часть они затирают фиолетом, другую – голубым, третью – оранжевую, желтую. Получается необыкновенно. Картина вообще играет, и куски вылазят. Я обожаю работать еще с затиркой, с цветной. А цветную затирку, вот этот цвет, вы получаете сами из белой, или вы используете готовую? Часто из белой. Я мешаю пигмент, например. Но это немножко даже сложнее, чем купить готовую. Я бы советовала покупать готовую затирку, если есть такая возможность. Но предупреждаю, она в два раза дороже. Так, теперь мы вооружены знаниями, теперь мы все знаем. Вот мы уже говорили о Гвинеи, о вашем маленьком городке. Мы говорили об Америке, что вы там учились. И мы говорили о том, что вы бываете в Самаре. А в этих городах можно встретить где-то ваши работы? Ну, в Гвинеи, естественно, в Гвинеи. У меня есть свой парк. Где уже есть скульптуры. Где уже есть скульптуры, да. И где у меня есть план еще продолжать делать эти скульптуры. Я уехала, когда я начала оформлять скамейки. Там где-то 20 скамеек. В общем, большой план. Я не одна работаю. Есть помощники. Я подключаю молодежь. Для меня это важно. Чтобы это какое-то продолжение, может быть, было научить их, подсадить их на это дело. И женщин, женщин, моих приятельниц, моих подруг, которые... А у вас есть ученики там? Естественно. У меня есть небольшая школа. Ну, я это... У меня есть много учеников, которые уже по всему свету и разъехались. И сейчас есть ученики. А в Самаре есть ваши работы? Можно увидеть? В Самаре? Да. Ну, вот скоро, я думаю. Будут. Будут. То есть был некий арт-проект, во время которого много-много людей работали над созданием одного панно, как я понимаю. Да? Да. Я просто присутствовала, видела краем глаза. Панно «Жар-птица». И вот эта «Жар-птица», она будет где-то в городе, ее можно будет увидеть? Я думаю, ну, как мне сказали, как мне объяснили, потому что мы сейчас должны ее монтировать, мы уже ее сделали. Участвовало в этом где-то 60 человек народу, которые совершенно никогда не держали, как говорится, в руках ни плитку, ни молоток, ни ничего не разбивали. Им все это понравилось, особенно молодым людям всем понравилось бить эту мозаику. Все так ее били. Ну, в общем, это сейчас где-то в районе сквера Высоцкого будет. Будем ждать «Жар-птица», который принесет нам счастье. Я надеюсь, мы это осуществим. Евгения. Спасибо огромное. Но я считаю, что сегодняшний наш разговор был уже таким плотным подготовительным этапом к уроку. Мы же сделаем мозаику? Обязательно. Я очень хочу посмотреть, как это происходит. А я очень хочу с вами поделиться. Итак, дорогие телезрители и телезрительницы, нам с вами осталось за неделю подготовить кусочки плитки, старую посуду, может быть, даже бижутерию, которая ждала своего часа где-нибудь там в закромах глубоко. И на следующей неделе Евгения Конде покажет нам, как же создать нечто из ничего, как же создать мозаичное панно. А пока мне осталось только напомнить вам, чтобы вы отслеживали новости телеканала «Губерния» в группах канала, которые есть в социальных сетях, смотрели программы на сайте телеканала онлайн, архив там же можно посмотреть. Новости программы «Ручная работа» ждут вас в моем блоге, который называется «Дневник радости». И, конечно же, я жду писем с фотографиями ваших работ. До следующей недели, до создания мозаики! Благодарим сеть магазинов «Леди Шарм» за предоставленную ведущей одежду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова